Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси провела в понедельник переговоры с официальными лицами Сингапура в начале своего азиатского турне. Остается открытым вопрос о ее возможной остановке на Тайване. Хотя официальных объявлений не было, СМИ в США и на Тайване сообщили, что Пелоси прибудет во вторник вечером, став самым высокопоставленным избранным официальным лицом США, посетившим остров за более чем 25 лет. В понедельник власти Пекина еще раз предостерегли США от этого визита. Мы хотели бы предупредить США, что мы полностью готовы и ждем настороже. Народно-освободительная армия Китая никогда не будет сидеть, сложа руки. Эксперты признают, что этот визит затронет слишком болезненные точки и прогнозируют серьезный ответ. Китайцы сделали несколько довольно явных предупреждений в частном порядке. Я ожидаю, что они сделают что-то беспрецедентное. Так, если мы вспомним, как в 1996 году китайцы выпустили ракеты в районе Тайваня, что было очень опасно, и в то время у них был очень ограниченный военный потенциал. В этот раз, я думаю, они сделают что-то еще более провокационное. Возможно, пролет самолета ВВС Китая в территориальном воздушном пространстве Тайваня, в пределах 12 морских миль от острова. Что-то такое, чего они еще никогда не делали в прошлом. На прошлой неделе тайваньцы обнародовали кадры нескольких военных учений, имитирующих, в частности, возможные атаки Китая. В Тайване Поднебесной раскололись в 1949 году, после того, как коммунисты одержали победу в гражданской войне на материке. Обе стороны оспаривают свое право на национальное лидерство.